Иловайск Это тот груз, который, мы надеемся, согреет женщин и детей города Иловайск Город Иловайск не так давно был освобожден от украинских карателей Тут велись активные боевые действия Поэтому очень много поврежденных домов, больниц, детских садов Много людей осталось без крова, без имущества, без всего Без всех предметов обиход Поэтому каждый груз, каждая такая поставка очень много значит для новоросов Для людей, живущих в рождающейся стране Новороссии Вы говорили, что гуманитарная помощь в Словакии Зачтите, пожалуйста, каким образом она была получена? Люди откликнулись в призывы о помощи? Да, совершенно верно Люди в Словакии, организации, общественные, волонтерские активы Собрали гуманитарную помощь в те же вещи Со всех, кто мог, со всех, кто хотел Собрали ее в достаточно большом количестве И ее там пришло около 20 лет То есть первую поставку этого груза мы сделали в Нижнюю Крынку и соседние города Вот это второй груз мы привезли в город Иловайск Если знаете, где находится Словакия И она шла, машина, через Россию То есть она не шла напрямую То есть напрямую это через Украину, через Киев То есть насколько сложно было ее сюда доставить Что машина пересекла около четырех границ Добралась до Ростова, где перегрузилась и пришла уже сюда Привлекаются, конечно же, и фонды Такие, как фонд помощи Новороссии и Донбассу Очень большой вклад внес в развитие юной страны Фонд святого апостола Павла Ну и также много других городов, организаций, общественных фондов Которые не остаются равнодушными и помогают Инфраструктура Иловайска практически полностью уничтожена На улицах обгоревшая военная техника, взорванные автобусы и авто От постоянных обстрелов город превратился в руины Многие мирные жители проживают благодаря гуманитарной помощи Которую оказывают различные организации и просто неравнодушные люди из разных стран Вы могли стать свидетелями тех разрушений, которым подвергся город Иловайск Это разбитые дома, полностью инфраструктура разрушена Поэтому жители с благодарностью нас встречали И я думаю, будут еще рады нас не раз видеть здесь с помощью Передаем огромную благодарность жителям Словакии А также всем неравнодушным жителям Новороссии, России Которые смогут нам еще помочь в восстановлении этого и других городов ДНР и Новороссии Спасибо большое Кто сегодня организует эту гуманитарную помощь? Это организуется фондом Екатерины Губаревой Гуманитарный батальон Новороссии Это первая гуманитарная помощь этому? Естественно, нет Это на протяжении уже более шести месяцев Ежедневно оказывается гуманитарная помощь Ополченцам, мирным жителям И не только Иловайск, а и других городов Иловайск, разрушенный во время боевых действий, восстанавливают военнопленные Бывшие бойцы батальона Донбасс Из них сформированы бригады кровельщиков и каменщиков Сейчас их прибыло 70 человек сюда в город Они восстанавливают город Убирают улицы, строят, кто что кому Разбитым ополченцам, семьям помогают За городом все эти дела Ну и сейчас я их привезу, не буду разрушать гуманитарную помощь Это те самые бойцы, которые разбомбили город? Да, да, которые были взяты в плен здесь, в этом городе Кроме одежды, представители гуманитарного батальона Новороссия Привезли хлеб по горельцам, пострадавшим от бомбежек Как видите, готовы уже стекла Идет подготовка к остеклению Трамы уже готовятся Поэтому город потихоньку будет оживать Готовимся к зимним холодам Будем помогать местным жителям Хорошо, что есть люди и организации Которые помогают не только словом, но и делом Заботьтесь о тех, кому выпали тяжелые испытания В это нелегкое время